Все линии загружены. Балтика работает в круглосуточном режиме. Разливают пену и в пластик, и в банки, и в стекло. На конвейере тысячи бутылок Балтики Тройки. Это тот продукт, что однажды вывел компанию в лидеры пивоварения не только в России, но и в Европе. Сейчас Тройку сварили заново по классической рецептуре и связывают с ней надежды на восстановление прежних объемов продаж. В общем, работа на Балтике кипит. Сотрудники заняты, и им нет дела до шумлевых окриков из Копенгагена. Но Копенгаген не унимается. Новый глава Карлсберггрупп Джейкоб А. Руб Андерсон сначала собрал датских журналистов в штаб-квартире компании, а затем выступил еще и по американскому CNBC. Все с тем же тезисом. Как многие из вас знают, мы объявили о продаже нашего бизнеса в России еще в июне. Но затем все внезапно изменилось с указом президента в июле, когда российское правительство назначило временное управление и фактически украло наш бизнес. Фамилию знаменитого датского сказочника глава Карлсберггрупп носит не зря. Сначала ему вежливо ответил российский Минфин. Введение временного управления не влечет изменение структуры собственности. А потом Таймурас Балоев, основатель Балтики. Я бы сказал несколько резче, если позволите, потому что это ложь. Ибо буквально вчера есть такой источник. Это единый государственный реестр юридических лиц. Вот выписка, я вам его потом передам. Откуда следует, что как владел Карлсберг, 100% пиварной компании Балтики, акции у него так и находятся. Никто ничего никуда не перевел. Все вот в том состоянии, которое было. Вот эта выписка, совсем свежая, получена 1 ноября. В разделе «Сведения об участниках и учредителях» шведское юрлицо Карлсберга с долей 98,56%. 1,35% у дочерней компании Карлсберга и 9,00% у немецкого подразделения. То есть кражи, о которой заявляет гендиректор датской пивоварни, нет. И он прекрасно об этом знает. Вскоре после начала ИСНО датские владельцы изъявили желание избавиться от российского бизнеса. В полтора года сотрудники предприятия, а это 8,5 тысяч человек, находились в подвешенном состоянии. Пока в июле 23-го президент не вел на Балтике внешнее управление от имени Росимущества. На должность президента был назначен Таймур Асбалоев. Человек, создавший Балтику и сделавший ее процветающей компанией, которую хорошо знали по всему миру. Среди прочих достижений при нем наше пиво получало множество международных наград. У той же тройки их более 30, в том числе золото European Beer Star в Мюнхене и серебро International Beer Challenge в Лондоне. Когда Балтикой завладел Карлсберг, развитие остановилось. Из предприятия датчане выжили все, что могли. За 15 лет не была заменена ни одна технологическая линия. Из 11 заводов три были закрыты. Объем производства упал на 40%. Доля компании на внутреннем рынке вдвое. Вдвое сократился экспорт. Карлсберг ничего не инвестировал в Россию, переводя 100% прибыли за рубеж. Команда, взявшая на себя внешнее управление Балтикой, провела аудит деятельности Карлсберга в России. Все 15 лет компания выводила деньги в Данию, причем в двойном объеме. Сумма получилась колоссальная. 6 миллиардов евро. Карлсберг выводил не только годовые дивиденды, но как держатель прав на иностранные пивные бренды, делал сам себе авторские отчисления. Именно поэтому на российских заводах так мало производили российское пиво. Это датским акционерам было просто невыгодно. Теперь вот Карлсберг решил отозвать у Балтики лицензию на производство. В то время как сам в нарушении закона продолжил на территории СНГ производить бренды Балтики в Казахстане, Азербайджане, Белоруссии. Мы считаем, мы, это команда, которая управляет на сегодняшний день Балтикой, что ведение внешнего управления было своевременным. Почему? Потому что вот мы посмотрели ситуацию после аудита, на который я вышел сослался, и мы понимаем, что нужно делать. Аудиторский отчет направлен в адрес правительства. Внешний управляющий не может продать или передать имущество, но за ним все решения по развитию предприятия. Указ президента устанавливает, что если какая-либо недружественная страна лишает наше государство, компанию или гражданина собственности, а также совершает действия против национальной, экономической или энергетической безопасности России, то Россия берет на себя управление бизнесом или движимым имуществом, а также ценными бумагами таких стран. Именно берет управление, а не отнимает, как это делают в Дании. Карлсберг сам обкрадывает Балтику, но об этом Джейкоб Ауруб Андерсон почему-то молчит. Компания Балтика получила уведомление, это уведомление у меня на руках, в середине октября текущего года о том, что активы принадлежащие Балтике на территории Дании аннулированы для Балтики, переданы Карлсбергу. Активы стоимостью около миллиарда долларов США, такая величина. Без объяснения причин, без всяких расследований, без судебных решений, просто нас уведомили, что данный актив теперь вам не принадлежит. Управление по предпринимательству Дании пишет просто. Произошли изменения, вы прекратили исполнение функций собственника с наилучшими пожеланиями. На последней странице расшифровка. Речь идет о компании Карлсберг Финанс. Указано, что датская доля в ней теперь 100%, а не 36%, как раньше, а российская доля 64%. Прямо так и написано. Удалена. По сути своей, это грабеж. Присвоение российских активов датской стороной. Никаких объяснений не дано. На запросы Балтики Карлсберг не отвечает. Тихую, воруя российскую собственность, датский концерн выставляет себя жертвой. Цивилизованные переговоры с Карлсбергом по условиям продажи заводов и брендов велись. Несколько месяцев, но провалились. Со стороны датчан саботажей ни одного встречного предложения. Лишь нападки. Копенгаген кричит о краже, об уважении к частной собственности. Хотя сам замораживает и изымает российские активы. Не допускает Москву к расследованию взрывов на северных потоках. Всю свою артиллерию направил в помощь ВСУ. И в итоге совершенно закономерно оказался в ситуации, когда око видит, да зуб не имет. Как в знаменитой рекламе Карлсберга. Салимазарев, Павел Мельник, Сергей Щенко, Никита Кальченко и Татьяна Королева. Вести неделя. Северо-Западное бюро.